Сегодня мое послание будет адресовано, наверное, ко всем нам, но больше я хотела бы говорить о семье, о любви и о верности. И тема, о которой я буду сегодня говорить, знаете, имеет очень глубокий смысл. И часто, ну вот, простые прописные истины счастья, они лежат на поверхности. Но мы, люди, так устроены, мы часто, знаете, топчем это ногами. И пренебрегаем какими-то вещами, но это делает нас либо счастливыми, либо несчастными. И из-за того, что мы с вами невежественны вот в каких-то вопросах, и в частности, я буду говорить в отношении семьи, мы очень часто в наших домах и вообще по жизни воюем с ветром. Это правда. Угрозы никакой нет, но мы что-то видим и мы что-то чувствуем. Наше с вами законное состояние, которое нам принадлежит через покаяние, через познание истины, наше с вами законное состояние – это царство небесное. И царство небесное, оно внутри нас вообще. Дальше есть другая тайна, что царство Божье, да, или царство небесное, как вам нравится, это не пища и питье, это не соблюдение каких-то обрядов и каких-то правил. Но вообще царство небесное, оно есть праведность, мир и радость во Святом Духе. И когда ты слышишь слово «праведность», даже если ты пришел первый раз сегодня, ты внутри все равно ощущаешь, что праведность – это что-то хорошее. Когда ты слышишь слово «радость», какие это же тоже эмоции, которые должны возникать у тебя, это наше, и дальше написано «мир», мир во Святом Духе. Но проживая эту жизнь, уже ходя не один год в церковь, я задаюсь часто вопросом, а почему этого нет? И один из моментов, который я для себя уяснила, что, наверное, мы с вами не до конца познали истину. И если мы с вами не до конца познали истину, то, несмотря на все те потрясающие обетования, которые нам дарованы Богом во Христе Иисусе, мы все еще продолжаем жить в темнице. И также содержим в темницах огромное количество людей. Но по замыслу Бога, по Его плану, так вообще не должно быть. Я верю всем сердцем, что познание истины приносит настоящую свободу. Знаете, вот знания, они вообще сакральные. Да, они лежат на поверхности, они доступны каждому человеку, но лишь немногие люди достигают развития, например, какого-то огромного потенциала в своей жизни, становясь какими-то определенными специалистами в определенной области. Почему это происходит? Потому что для того, чтобы познать, для того, чтобы понимать и переживать эти знания и использовать их на практике, нужно прилагать усилия. Но очень мало людей на этой земле, они хотят прилагать усилия. И законы вообще для всех, они абсолютно одинаковые. И Иисус об этом тоже сказал, что Царство Божье, о котором мы с вами начали говорить, оно вообще усилием берется. Поэтому научная и профессорская степень, это вообще усилием берется, большим трудом. Хотя все для всех находится абсолютно одинаково. Оно все лежит на поверхности. Все читают одни и те же учебники, все читают одну и ту же Библию. Но в чьей-то жизни можно увидеть праведность, радость и мир во Святом Духе. А кто-то все еще продолжает унывать и расстраиваться, и задавать постоянно Богу вопросы, за что это мне, за что, за что, за что. И вы знаете, очень многие люди сегодня хотят найти перемены в жизни. И сегодня такая тенденция, и вы знаете, нет ничего нового под солнцем. И если вы читали труды Виктора Франкла, он вообще тоже об этом писал. Его лучшие годы прошли в 60-70-х годах, в прошлом столетии. И он описывал болезни общества, в котором он жил. Он был психотерапевт, он был великий ученый, он основатель многих истин, психологии сегодня, но он наш брат во Хрисе. И поэтому я сегодня говорю о нем. И он говорил еще тогда, что многие люди хотят найти перемены в жизни, смене различных событий, вещей, людей, места жительства. И он, как бы изучая психологию и душу человеческую, он сделал такой вывод, что всего лишь это гонка за иллюзией. И вот если заглянуть в самое начало, в книгу Бытие, все начинается с того, что Бог был участником творения человека. В Соломом Давид написал, что «Зародыш мой видели очи твои, Господи, когда я был созидаем, образуем во глубине утробы». Есть еще одна библейская истина, которая всегда покоряет мое сердце, что в его книге для каждого из нас написаны дни, для нас предназначены, которых, может быть, еще ни одного не было. И отрицание этой истины, что Бог, Он творец, и Он участник моей жизни, атеизм и безбожие, приводит к тому сегодня, что весь мир, Он лежит во зле, и жизнь отдельных людей, она лежит во зле. Выбор всегда за нами. Я услышала такой пример, ну, наверное, не совсем приятный, но я подумала, что он очень жизненный. Представьте себе такую вот ситуацию, что одновременно ты захотел очень сильно а. поесть, б. в туалет. Что бы ты выбрал? Согласись, что все может закончиться очень плохо, если мы все-таки неправильно расставим приоритеты в нашей жизни. И часто в жизни так бывает. Не на то поставил. Кто-то вот вообще говорит, да что? Мне так плохо. Я один. Я одна. Хочу семью. Кто-то говорит, я хочу, хочу, хочу много денег, хочу зарабатывать. Я хочу. А кто-то говорит, ну, я хочу, хочу быть как вот этот, как вот этот и как вот этот. Ну, ладно, хорошо, если ты хочешь быть похожим на врача Пирогова, на Менделеева, на Михаила Ломоносова еще. Ладно. Но когда, знаешь, кое-кто хочет быть похож на кое-кого, то вообще, знаешь, становится как бы страшно и печально. Но Иисус, он как бы понимая психологию вообще человеческой жизни, кое-что пытается объяснить народу. Это очень простая притча, ее рассказывает Иисус. Знаете, вот есть много притч. Есть, конечно, послание для учеников, но есть то, что для народа. Марка 12 глава. Это история про человека, который насадил виноградник. И на время он решил отлучиться, уехал. Пришло время, виноградник рос, приносил плод, он вспомнил, есть виноградник. Надо прийти, чтобы виноградари как-то поделились тем результатом, теми достижениями, которые они смогли черпать от того винограда, который я им дал совершенно безвозмездно. Знаете, вот так иногда в жизни и происходит. Это все как бы такие жизненные обычные принципы. И он посылает слугу. Приходит один слуг, эти посмотрели виноградари, да что нам этот слуг? Написано, избили, убили. Он посылает второго слугу. Произошло то же самое. То есть людям, знаете, им, ну, они, весь мир лежит во зле. Они никак не отреагировали на этот призыв, на посланничество. И третий, знаете, я думаю, что это самое серьезное решение, которое бы мог только принять отец. Он принимает решение отдать своего единственного сына. Написано, любимого, одного, больше никого нет, один. И он говорит, отправлю сына. Говорит, у них, наверное, есть совесть. Они, наверное, устыдятся. И как-то мы сможем все-таки поговорить. Но виноградари сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградаре, и отдаст виноградник другим. Однажды один из моментов, о которых Бог будет говорить с нами, что мы сделали с этой истиной, что мы сделали с сыном. И вы знаете, сегодня огромное количество людей в этом мире, им абсолютно все равно, что произошло с Иисусом на Голгофском кресте вообще. Для них эта истина далеко. И в Священном Писании даже апостол Павел говорит, что очень многие люди, даже и те, которые были с нами, они приняли решение предать Христа, распинают и ругаются Ему. И они участники вот этой притчи. И дальше слова Иисуса Христа, которые являются, наверное, одним из самых важных, таких простых истин в нашей жизни. Неужели вы не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался головою угла. Поэтому, если ты хочешь, и у тебя есть запрос на счастливую, на успешную жизнь, есть камень, который ты должен положить в начале, есть основания, откуда каждый человек должен строить. И вот смотришь, да, так семья так красиво, так мило, брачующиеся, вам нравятся, да, кольца, поцелуи первый раз, все так красиво, так хорошо. А потом, знаешь, время проходит, оборачиваешься, наблюдаешь со стороны за этой картинкой, и ты смотришь, лес рубят, и щепки летят. Часто я так думаю, смотрю на некоторых вот из вас, сидящих в этом зале, и сердце мое плачет, и я думаю, что же им так не повезло? Что же это такое за мучение вообще? А вот перед этим, знаете, вот перед этим было столько мучений, было столько страданий, было столько слез, было, не знаю, был такой запрос, и просто человек говорил, я замуж хочу, я одна, он один. А потом, когда наблюдаешь за этой картинкой со стороны, думаешь, зачем все надо было это устраивать? Зачем это все надо было? А я хочу ответить на вопрос, почему это происходит? И почему очень важно все-таки позаботиться о том, чтобы Царство Божье было внутри вас? Чтобы Иисус был в основании вашей семьи. Когда ты один, ты просто ангел. Все, что ты делаешь, тебе кажется, ну, все хорошо, все круто, потому что никто тебе замечания не делает. Когда ты один вообще в комнате, ты вообще ни на кого не злишься, ты ни на кого не обижаешься, ну, просто послание к Коринфянам, 13 глава. Ходишь по дому такая, вся в любви, и мечтаешь о том, чтобы вот этот момент, он скоро, вот этот мой. Наконец-то это все случится. Но совсем другая картина происходит. Когда ты, это уже мы. Ты знаешь, ты начинаешь сталкиваться с триггерами. Триггерные точки – это место твоей боли. Это место, где тебя просто все болит вот в этой жизни. Так получилось в моей жизни, что я оказалась в семье из пяти человек. Я всю жизнь живу в общежитии, так скажем, вот пять человек. И я для себя такой вот, уяснила такой урок. И я вообще благодарна Богу, потому что основой такой, вот такой спокойной, счастливой жизни, вот откуда это берется? Это берется тогда, когда ты можешь посмотреть на Иисуса, когда ты учишься каждый день быть сориентированной на Христа. И по большому счету, однажды в этой жизни научиться быть такой, как Он. И вот еще в самом начале христианства вот была такая песня «Я хочу быть таким, как ты». И вы знаете, я помню, мне было очень тяжело, ко мне приходили разные мысли. Ну, разные ситуации возникали у нас в доме. Но слава Богу за поклонение, слава Богу за познание истины. И вот эта песня, я ее уже не знаю, лет 30, наверное, но я ее постоянно пою. И вот когда мне тяжело было, я всегда пою «Я хочу быть таким, как ты». Поэтому, если ты хочешь счастливую, спокойную жизнь, тебе нужно научиться быть сориентированным на Иисуса Христа. А что происходит, когда твой фокус смещен, когда нет примера? Когда ты, например, не приходишь в тайную комнату, когда ты проводишь свое время, ну не знаю, в фильмах. Тебе нравятся Моника Белуччи, Брэд Питт, Анжелина Джоли. Ну, много таких классных сегодня звезд существует в этом мире, согласитесь. И иногда, и часто, знаете, наш фокус, он смещается. Когда этого нет, когда тебе не на кого вообще ориентироваться, знаете, вот не на кого уповать, это так страшно. Я иногда думаю, как живут эти люди? Когда фокус смещен, то жизнь, она начинает проходить в таких определенных постоянных претензиях к другим. И это же не только о семье, это вообще о человеческих отношениях в этой жизни. Потому что всегда будет не так, как ты ожидал в отношении какого-то того или иного человека. И я вот часто общаюсь с людьми, и мне говорят, он мне так сказал, она так сказала, она этого не делает. А я иногда думаю, а с чего вообще мы взяли, да, что этот человек, по отношению к нам, он должен делать именно так, как ты себе придумал. Почему мы разочарованы в людях, да, ты проповедуешь человеку очень сильно так, стараешься, прилагаешь усилия, ты от него что-то ожидаешь, а он не чувствует так, как ты, потому что все люди на этой земле разные. И сегодня мы будем читать с вами послание эфисянам. Это невероятное послание, которое наполнено, оно просто пропитано любовью к церкви. Ну вообще, с чего начинается человеческая жизнь? Она начинается с семьи, с семейных отношений. И вот послание эфисянам, пятая глава. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Только в этом месте из Писания вообще есть огромный громадный смысл для нас верующих. Первый. Мы видим, какой должна быть настоящая семья. Второе. Мы с вами видим и можем правильно трактовать истину. Потому что если мы поймем с вами предназначение семьи, мы точно так же с вами можем осознать замысел Творца по отношению к церкви. И вообще наше отношение к Богу, оно может измениться. Потому что если мы только подумаем на мгновение, что это таинство, о котором сказал Иисус, Он сказал об отношениях мужа и жены, об этой близости, об этих чувствах уважения и любви. И точно так же апостол Павел проводит параллель и говорит, что это же относится и об отношениях Христа с церковью. Замысел Бога состоит в том, чтобы люди вообще на этой земле видели здоровые семьи и могли говорить, это Бог. Знаете, Бог, Он настолько любит церковь, любит людей вообще, и Он хотел бы во всем, что Он делает, подарить надежду, чтобы люди смотрели на нашу семью, и их сердце наполнялось радостью. Понятно, то, о чем я говорю, вы знаете, это вот не путешествие, конечно, в один день, но я знаю, что если мы с вами будем смотреть, и для нас с вами, то, что я прочитала в послании эфесянам, это будет основополагающей истиной, однажды, к моменту счастливого брака и счастливых отношений, мы с вами обязательно придем. Бог не создавал проект церкви вот для двоих, только мужчина и женщина. Знаете, вот мужчина и женщина, они друг к другу туда-сюда ходят, и только вот в этом направлении. Я, ты, он, она, вместе целая страна. И это только вот такое движение. Нет, так не было, посмотрите, в самом начале. «Бытие», вторая глава. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Хочешь выбрать лучшую? Позаботься о том, чтобы Бог ее к тебе привел. Иначе этот выбор, который ты поставишь, он может быть, ну, Федот, да не тот. Вся модель в самом начале, она строилась на том, что Бог во главе, потом мужчина, а потом жена. Самое счастливое или самое надежное, когда мужчина и женщина, возможно, они разные, но это такая невероятная тайна, когда двое абсолютно разных людей, проживая эту жизнь, однажды говорят друг другу, ты самый мой родной человек, ты самый мой близкий человек. Это таинство. О чем я говорю? Я же так же говорю об отношениях Иисуса к нам, что однажды мы тоже, проживая эту жизнь с Богом, со Христом, мы можем сказать, ты самый надежный, я тебя знаю, ты меня знаешь. Это так сильно. И самая сильная семья, когда мужчина и женщина, даже если на какой-то момент они отлучились, они не все время 24 часа на 7 находятся вместе друг с другом, но у них есть эта невероятная возможность. Другими словами, я хочу сказать, привилегия. Братья и сестры, посмотреть на Христа – это привилегия. Когда-то у тебя есть возможность посмотреть на Иисуса, посмотреть, поднять глаза на небо и спросить, Господи, что дальше? Это привилегия. И в этом и строится настоящая, твоя счастливая, полноценная жизнь. Слава Богу! Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И 25 стих. Любимый стих всех подростков, всех мальчишек и девчонок. Здесь написано, «И были оба ноги, Адам и Ева, и жена его, и не стыдились». Голые, нагие, мужчина и женщина в рамках семьи. Это так классно. Почему, знаете, психика страдает сегодня? Почему так много искалеченных людей? Почему они не могут? Мы не подходим друг к другу, мы не подходим друг к другу. Меньше смотреть надо было. Меньше зырить надо было туда, куда не положено зырить. Потому что Бог создал вот это таинство отношений личных, интимных, в рамках семьи. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы все знаете это место из Писания. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Это вообще история любви Бога к человечеству. Вот в этом месте есть Писание. Здесь она с вами. Здесь, а вот об этой невероятной любви Иисуса к нам. Это все та же тайна, о которой сказал апостол Павел, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Поэтому в основании счастливой, полноценной, такой спокойной жизни то, к чему должен стремиться, ну каждый человек, это научиться вот этой большой жертвенной любви. Семья — это вообще умение жертвовать. С каким настроением, ну, наверное, должен просыпаться каждый муж и каждая жена. Я хотела бы нарисовать вам идеальную картину. Вот неправильная позиция. Если ты просыпаешься, и ты говоришь, так, сегодня я проснулся утром, что я получу? Что он мне даст, что она мне даст? Но если ты каждое утро просыпаешься с мыслью и говоришь, что я могу сделать для того, кого я люблю? Тогда тебе будет легко проснуться, приготовить завтрак. Тогда тебе будет легко проснуться, сделать чашку кофе, потому что ты любишь. Внутри тебя есть эта огромная, большая любовь. Ну, знаешь, а не так, если ты проснулся утром, когда ты позволяешь себе просто, ну, выркать, проявлять какое-то недовольство по отношению к твоему ближнему. Проснулся, кровать не заправил, бурчишь, не с той ноги встал, все плохо, все, все должны куда-то исчезнуть, потому что ты встал. Это неправильно. Поэтому, если ты проснулся или ты живешь, или ты вступаешь в отношения там и будешь вот-вот скоро жениться, и у тебя все-таки возникает такая мысль, или, может быть, ты уже давно женат, лет семь так, но у тебя мысль такая, что я должен? Если у тебя вот такие мысли, или вы ругаетесь друг с другом, и ты говоришь, а он, а он так не делает, и что я ему должна делать? Я вообще, знаете, какая мысль ко мне пришла? Что тебе вообще надо пересмотреть, в кого ты веруешь. Поэтому, если вот все-таки у тебя такая амбиция в этой жизни копировать мужа, или ты там к жену свою копируешь, мне тебя жаль. Тебе надо пересмотреть, вот в кого ты вообще веришь все-таки. Вот я чувствую, вот вы говорите, ну, у меня все так плохо, у нас не складывается в семье, мы ссоримся, мы не любим, нет этой любви, но я хочу сказать, Богу нужен хотя бы один человек, хотя бы один должен принять это решение. Ни один нормальный, здравый человек не может не ответить на любовь, не может не ответить на любовь любовью. Если ты будешь сеять любовь, обязательно она к тебе вернется, она не, да, это не произойдет завтра, это не произойдет послезавтра, может быть, но время, оно просто, оно запустится в твою сторону, в твою пользу. И однажды, посмотрев на своего человека, ты скажешь, ты самый дорогой, ты самый близкий человек. И послание Ефесянам, будем читать дальше, пятая глава, двадцать восьмой, тридцать третий стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, представляете? Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому мы члены тела его, от плоти его и от гостей его, и поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Основная мысль апостола Павла, что счастливый тот человек, кто умеет отдавать. Поэтому способность отдавать, умение служить человеку безвозмездно. Вот что такое семья. В семье мы делаем все безвозмездно. Но если ты все-таки в семье делаешь что-то хорошее и доброе, что-то покупаешь, а потом ты упрекаешь, я хочу сказать, что ты не сеешь добро, а продаешь. Ты торгаш. Представь, если бы я стирала носки, мужа говорила, так с тебя пять долларов, так с тебя десять долларов за это, за это, за это, за это, за это. Мы же не делаем так. Все-таки это хорошо, когда в Доме Божьем, в церкви, свадьбы, когда у нас семьи создаются. Потому что семья, вы знаете, это не проблема, это не каторга какая-то. Ой, я уже все, я уже в рабстве, я уже, знаете, вот всегда, когда про каторжников слушаю, картина, это Бурлаки на Волге. У них были такие измученные лица, знаете, вот иногда мы смотрим друг на друга, а у нас лица измучены, а это не наше. Наша, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому семья, это, 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 это не каторга какая-то, это не рабство, это источник вдохновения и радости. Приходя домой, каждая женщина создает такую атмосферу, что мужчина, он должен иметь в доме этот источник вдохновения и радости. Я скажу больше, что женщина была создана Богом для того, чтобы помочь мужчине любить себя. Поэтому, когда женщина восхищается своим мужем, когда она его заботится о нем и делает это безвозмездно, ваш мужчина будет готов на подвиге. вопрос такой, где же эти принцы, до нас доходят одни только кони. Нам нужно их найти, привезти в дом Божий, посадить на коня и однажды он станет принцем. Еще одно место из Писания я хотела с вами почитать, послание Ефесянам, вторая глава. Конечно, здесь написано о евреях и язычниках, но я хочу сказать, что очень часто мужская и женская вселенная, она отличается, вот примерно что-то подобное. Вот были евреи, которые соблюдали законы, заповеди, они были такие перфекционисты, педантичные, и были язычники, которым было абсолютно все равно, как они выглядели и во что они одевались. Они просто жили так, как им нравилось. И вот смотрите, что здесь говорит апостол Павел, он это говорит по отношению к церкви, но это по отношению и к нам. И так помните, каждый из нас должен помнить, что вы некогда были язычниками по плоти, и вас когда-то называли необрезанными, и вы должны помнить, что когда-то вообще вы были там кем-то, и у вас была девичья фамилия, и может быть вы жили в такой семье, что вам и стыдно может быть вспоминать, но вам надо помнить, но что-то произошло с вами в вашей жизни. И вот смотрите, а теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда далеко стали близки кровью Его. И ведь все-таки это же тоже в отношении и церкви, и точно так же в отношении мужа и жены. Вы некогда были далеко, но однажды, когда вы вступили в эти брачные отношения с завета, вы соединились, и вы стали одной плотью. Можно даже так сказать, что в ваших детях, вы знаете, течет эта одна кровь, твоя и его. И это здорово, это невероятно. И поэтому он и говорит, что он есть и мир наш, заделавших из обоих одно, и разрушивший, стоявший посреди преграду. И что происходит, когда Иисус в этих наших отношениях, когда Бог посреди нас, вы знаете, не должно быть в домах верующих людей, между мужчиной и женщиной, никаких преград. Послание официанам говорит, все, Иисус, Он это разрушил. Если у Него получилось разрушить преграду между язычниками и евреями, то тем более Он разрушает эти преграды между мужчиной и женщиной. Вы можете стать этим одним целым, вы можете пережить невероятное счастье, потому что здесь написано, упразднив вражду плоти своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного человека. И так и происходит это таинство в отношении семьи. Из двух получается один, вы уже одна плоть. И вы знаете, когда читать интересно вот это место из Писания, что оставить человек и прилепиться к жене своей будет двое и одна плоть, и там употреблен такой глагол, в котором стоит такое, что это постоянное действие. Поэтому любовь, чувства, они растут, они имеют свойство умножаться в тех семьях, где разрушена эта преграда. Я знаю, что есть разные времена, там бывают ссоры, бывают распри, но семья, она должна оставаться семьей, и каждый из вас, кто вступил в брачное отношение завета, должен захотеть сражаться за свою семью, не разводиться, не бежать, не позориться, а сосражаться и оставаться в том, в чем тебя Иисус поместил. Если особенно Бог привел ее к тебе, если ты уверен на сто процентов, что Бог сочетал вас, то это позорище, понимаете, убегать, уходить и так далее. Поэтому такой анекдот есть. Мальчик одного спрашивает, анекдот притча, я так люблю, когда мои родители ходят в церковь, его спрашивают, а что ты любишь? Они, когда в церковь приходят, так улыбаются, целуются, они такие счастливые, а дома, говорит, я не могу, они как собаки. Понимаете, это анекдот, это притча. Поэтому христиане, мы с вами, конечно, слава Богу, мы сегодня поколение социальных сетей, мы такой умеем лепить фасад, знаете, у нас, ну, мы призваны с вами не фасад лепить, не бутафорию, знаете, какую-то создавать, сплошная любовь внутри катаклизмы. Можно создавать этот вид счастья на людях, но я хочу честно вам сказать, в этом, этот мир не нуждается, в этом мире достаточно креатива, достаточно артистов и актеров, ну, и много всего, но я точно знаю, в чем нуждается этот мир, он нуждается в здоровой модели взаимоотношений, семьи, подарите им откровение, предназначение церкви, явить Бога, да, Иисус сказал, вы свет, вы соль этому миру. Часто я могу такой слышать, ну, момент такой, там, что, не выноси ссоры с избытом, когда вот разговоры такие, зачем ты жалуешься, зачем ты пошла туда, туда пошла, там, я хочу сказать, так хорошо, что есть церковь, и так хорошо, что ты, у тебя есть наставник, духовный человек, в жизни, с которым ты можешь поговорить, вы знаете, те люди, с которыми мы могли поговорить, они смогли сохранить отношения, и смогли, и у нас есть крепкие семьи, которые живут, те люди, которые не захотели говорить, но знаете, кто выносит ссоры из избы, кто выносит ссоры из избы, тот, кто не бежит рассказывать о своих проблемах в церковь, кто бежит на свидание, на встречи, на случки со своими подружками или друзьями и рассказывает, какой у меня муж, гад, кто жалуется мамам и папам своим, которые еще не в церкви, зачем ты это делаешь, понимаешь, нельзя это делать, людям нужно откровение, им нужна семья, им нужен этот пример, как ты потом спасешь эту подругу, с которой ты обсуждаешь своего мужа и говоришь, что он черт, как она приведет, себя принесет, свою семью приведет в эту церковь, она скажет, здесь все такие, поэтому я вас умоляю, я прошу вас сегодня, давайте сохранять семью, давайте сражаться за семью, за духовную семью, поэтому пустая жизнь, такая скучная жизнь, поражение вместо побед, почему это происходит в жизни верующих людей, так не должно быть, почему у меня уходит, пропадает желание и я разочарован, я не могу любить, я не люблю, как ответить на этот вопрос, и после этого я хочу сказать, когда приходят эти мысли, возникает второе чувство, знаете, какое, нежелание брать ответственность, и если человек берет ответственность, если человек кается и сокрушается перед Богом, все начинает в его жизни меняться, и еще чуть-чуть, я почитаю с вами послание Ефесянам, и послание 4 глава, наша реакция на наших близких, я часто, такое есть модное выражение в одной семье, он меня бесит, она меня бесит, в следующий раз, когда услышите, можете сделать замечание, бесят, бесят там, где есть бесы, поэтому послание Ефесянам с 29 по 32 стих, это вот о новой жизни, о той новой жизни, которая предлагает прожить нам Иисус, ведь как я должен поступать в отношениях своими родными и близкими, как я должен реагировать на то, что сказал или не сказал, как он поступил и так далее, вот смотрите, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, поэтому что делать, когда из твоего рта, извините, вываливаются эти гнилые слова, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. Практические уроки. Вывалилось гнилое слово, попроси прощения, чтобы то, что ты говоришь, оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот она, новая жизнь для тех, кто во Христе. Вот она, атмосфера, в которой должны воспитываться наши дети. И я, знаете, где-то внутренне, где-то расстраиваюсь, думаю, а, у меня не получилось. Но я искренне надеюсь, что мои дети, когда они вступят в отношении Брачного Завета, их внуки, они будут переживать лучшую жизнь. И они войдут в нечто большее. И мои дети смогут дать моим внукам больше, чем смогла им дать я. Потому что я от всего сердца искренне стараюсь перед Богом. И вы знаете, в этом мире очень много зла. Но наши дома, наши семьи должны отличаться тем, что между нами должно быть добро. Позвольте так скажу, Бог нас поцеловал. Его поцелуи на нас. Ведь искупление или прощение греха это его объятие. То, что мы с вами много лет назад когда-то пережили. И когда ты грешишь, когда ты становишься притчей, ты просто вытираешь эти поцелуи, ты отрекаешься от этих объятий и удаляешься, уходишь и начинаешь двигаться в совершенно другом направлении. Поэтому очень важно, очень важно познать истину. Иисус однажды сказал к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете во мне, то вы истинно мои ученики и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы с теми Авраамова и не были рабами никому и никогда. Но как же ты говоришь, сделаетесь свободными? А Иисус отвечал им, истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает в доме вечно. Поэтому очень важно познать истину. Потому что, если ты не справишься, что делать, когда в твоей жизни, в твоей семье происходит такая тяжелая, кризисная ситуация? Иисус говорит, познай истину. Разберись, посмотри на то, что происходит, и взвесь все, и скажи, назови это правдой, скажи, это грех, я грешу. Потому что, всякий, делающий грех, есть раб греха. И если мы с вами не разберемся с какими-то, могу сказать, мелочами в жизни, но останемся в состоянии рабства, вот этой несвободы, Царство Божье, наверное, это будет однажды не наше. Однажды мы уйдем, потому что об этом предупреждает Иисус. Он сказал, раб не может пребывать в доме вечно. Сын, он пребывает в доме вечно. Поэтому, любовь и рабство, если есть в вашей жизни, время разбираться с этим, время разбираться с грехами и пороками, время еще раз и еще раз переживать эти отношения завета. Пример, который я рассказывала, который очень тронул меня до глубины души, это пример одного нашего брата много лет назад. Человек попал в аварию, и он остался инвалидом, его лицо, ну, было просто недоузнаваемость, и он смотрел в зеркало, когда сняли с него бинты, он заплакал. У него была молодая женщина, ей девушка, жена, ей было там едва 19 лет, уже был ребенок. И тогда он принял решение, что, так как он инвалид, и уже он не может полноценно жить и двигаться, он принял решение отпустить ее. И он, она когда приехала, он сказал ей, я хочу поговорить с тобой, я не тот человек, за которого ты выходила замуж, я инвалид, я не смогу проживать эту жизнь дальше полноценно, я другой. И сегодня я могу отпустить тебя, и ты можешь выбрать другую жизнь, выбрать другого человека, и я не буду осуждать тебя за это. И эта девушка, молодая женщина, она встала на колени перед ним и плакала, и говорила, не прогоняй меня, потому что я, когда я вступала с тобой в эти отношения брачного завета, я обещала Богу, и я сказала, я буду с тобой в здравии, я буду с тобой в болезни, я буду с тобой в бедности и в изобилии, и перед Богом, прежде всего перед Ним, я не могу нарушить этот брачный завет. И я хотела бы, чтобы сегодня с таким откровением мы, каждый из нас, посмотрел на свою жизнь, на то, что мы обещали Богу, на то, что мы обещали нашим близким. И если в ваших сердцах, возможно, может быть, зародились какие-то мысли разводов, отступничества, пусть это уйдет, пусть сегодня придет воплощение Слова Божьего, потому что Иисус сказал, что Он примирил нас, Он примирил нас с небесами, Он соделал из нас вот это одно, и мы одно с Богом, и мы одно с друг с другом в отношении наших семей. Апостол Павел написал, он говорит, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, и обличемся в оружие света, и как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью, распутству, ни ссорам и зависти, но, облегшись в Господа нашего Иисуса Христа, по печенье о плоти не превращайте в похоти. И очень тронул меня этот одиннадцатый стих, потому что сегодня приходит это время, и час, в который мы с вами вошли, сезон, в который мы вошли, это время, когда каждый из нас должен пробудиться, время, когда каждый из нас должен проснуться, и возможно ты тот человек, который, я все понимаю, что все последнее, но я чувствую, что я нахожусь во сне. Сегодня время посмотреть по-другому на нашу с вами жизнь, на наше служение, на то, что было даровано Богом и доверено каждому из нас. Субтитры создавал DimaTorzok.